Я слушал проповеди медийных священников тоже, как иногда бывает. Несколько их, не проповеди, а что-то там беседы какие-то смотрел. Несколько их говорили, ну, отец Владимир Головин, отец Андрей Ткачев, там еще кто-то, о молитве. И они говорили, что молитва должна быть бесстрастная. То есть монотонно, как в церкви, не должно быть с выражением читаться, не должно быть с таким, ну, придавать ему такое, ну, как, с выражением нельзя читать, а надо монотонно. Вы что скажете? Я скажу на этом, эта вся дурь ползет из семинарии, из академии. Это последние остатки мозга вышибают людям. Иоанн Златоуз говорит, когда мы приходим к начальству, то как мы ведем себя? Мы умильно складываем руки и голос меняем, и все. Как я должен говорить? Плакать и... Как паровоз на подъеме. Я первый раз, когда приехал в семинарию московскую, тогда Загорс называлась, Сергиев Посад. Ну, и там, видимо, такие специалисты есть. Ну, они вызвали какого-то... А так кто выставляет эти картинки? Кто картинки выставляет, спрашиваю? Учите, угадайте, Игнатий Тихонович, кто может выставлять? Дело в том, что... Подожди, не уходи, сейчас я с Георгием поговорю, и тогда сюда приду. Как раз мне и нужно это все. Ну, нужно молиться так, чтобы Господь услышал. И вот они призвали этого семинариста-то. Вот как он умеет считать. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей. Он начинает так. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству Твоей, и княжь здесь беззаконие мои. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Паровоз, когда идет вот так, я говорю, как, это очень хорошо. То есть они учатся. Вот, Господи, помилуй, 40 раз сказать на одном дыхании. Он вдохнул воздух, и потом, как проткнутый пузырь, опускается ниже, 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 ниже. Это все игра, это безбожество. Если человек верил в Бога, ну, даже какая-то беда была, потерял веру, и все равно он по-другому не может рассудить. Я достучаться хочу. Когда просили и вопияли, написано, святые. Как они просили? Отчего у них пот был такой, что рядом пыль превращалась в грязь от пота? Со слезами, Павел говорит, я учил вас три с половиной года. Три с половиной года монотонно он учил? Со слезами. А во время проповеди молитва была, Господи, коснись сердца людей. Это они говорят, может быть, не имея прямой связи с Богом. И все это надуманное. Как ребенок обращается к отцу, к матери? И он начинает стонать, показывать свое желание и как. А мы к отцу небесному пришли. Как мы должны умильно говорить? Сколько в голосе должно быть радости, благодарения Богу, и сколько сокрушений, что что-то мы сделали не так и почувствовали. Я это знаю, вот то, что говорят, я называю блеф. Они друг перед другом это все как надо. Ничего этого не надо. У меня как-то один громотей из них говорит, может, вы нам завидуете, что у нас академия, а у вас нет. Я говорю, это мое преимущество, никто мою душу не корежил. Я у ног Христа сидел. Я учился у него непрерывно. 58 лет уже учусь каждый день. Так что берите доброе. Если вам то понравилось, Мад Антоновна, пожалуйста. Паровозы еще не все списали. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Доводы железобетонные. Наконец-то. Невозможно не согласиться. А это есть два Бога. Максима Горького. Зарядите, послушайте. Как бабушка молилась и как дедушка. Бабушка молилась. Миленький ты, Боженька мой, да ты помоги мне. Да я целую ноги твои. Да ты не оттринь меня. Господи, Боже мой. А дед молился. Он говорит, потом, когда я вырос, я понял, он молился, как старый иудей. А он лежал, у него память-то неплохая была у Алешки-то. И он ему и говорит, деда, а ты когда молился, вот эту молитву-то, а он, дед, молился, а он запомнил всю молитву, а ты тут слово пропустил. Дед страшно испугался. А он лежит и говорит, я уже знал, обязательно в этот день он меня за что-то выпарит. Дед. Хорошо написано. У бабы Бог был понятный и близкий, а у Бога отдаленный и сердитый. И дед долго прихорашивался, когда остановился, что же, как сказать Богу его, как у старобрядца икона, и Христос, Иисус, ярое око. То есть, а с какого-то старобрядца списали ярое око, свирепое. Бог – это любовь. Богородицу рисует какая-то старая цыганка на базаре сидит, неизвестно с кем. Она родила ей неполных 15 лет, было. Ну, что вы, совсем уже не соображаете. Ну, как девчонка в 15 лет выглядит. Даже если она и родила, что она за роды красоту потеряла. Господь 5508 лет готовил этот избранный сосуд и избрал какой-то корявый, ни на кого не похожий. Да не может этого быть. В ней была особая красота света, любви и неба. – Ну, ладно. – Спасибо, Христос. Жалею, что запись с самого начала не включила. Такая полезная. Вы так сказали, всё хорошо, понятно и полезно. – А я не учился, поэтому у меня и понятно. Я всем доказываю, что я не имею гуманитарного образования, ни религиозного. Я нигде не учился. Я только у ног Христа всё брал. Непрерывно, ещё с детских лет. Там года три было, я уже молился, прятался. Для меня Бог был любимый и близкий. Я знал, что Он меня обязательно накажет. А за что, не знаю. Пока я не в 23 года не дали мне в руки Библию и Евангелие. Вот тут моя душа вспыхнула. Вот тут огонь прошёл по костям моим. Ну, давай, брат. А то я как море разливанное. Разольюсь и не остановишь. Вам Бог дал такие уста. Говорите, Игнатий Тихонович, говорите. Не умолкайте. Нам на радость Богу восстал. Да это сказал мне митрополит. У него в митрополии сидели. Я ему говорю один час пять минут. Я говорю, Владыка, ну хоть что-то-то скажите. Он на меня посмотрел, Игнатий, золотые слова. Не умолкай. Три слова сказал. Смешно даже. Нам на пользу, а Господу во славу. Да. Близок, Господь, к тебе. Близок к тебе. Да, я не понимаю. Продолжение следует...